Привет! С вами Высшая школа кино и телевидения Останкино и ее корреспонденты Марина Нижинская и Марина Тараканова. Мы не пропускаем ни одного важного события столицы. И это юбилейная неделя моды в Москве. Где-то за кулисами уже трудятся наши студенты, стилисты и визажисты школы Останкино. Творчество в самом разгаре. И сейчас мы все вам покажем. Московская неделя моды. Наши студенты здесь не просто в гостях. Визажисты на уровне профессионалов подготовили моделей к показу. Студенты курса стилистики буквально на передовой отрабатывают полученные знания. Поскольку у нас сегодня будет выездное занятие для наших студентов школы Останкино, куда, собственно, я и хотела бы пригласить всех слушателей, всех гостей на День открытых дверей, который состоится 7 апреля. Ну а здесь мы как раз-таки пройдем в рамках моды. К тому же это очень важный момент, интересный, будоражащий всех наших студентов. Ну да, это некая мистика, что-то такое, некая погруженность. С детьми немножко сложновато в том плане, что их нужно к себе расположить, чтобы они могли с тобой общаться, чтобы они тебе доверяли. Дети крутятся, тебе нужно их поймать. При этом ты не можешь им сказать «сиди смирно», ты под них подстраиваешься, чтобы именно им было комфортно, потому что это самое главное. А взрослые, они сидят спокойненько, ты все делаешь в работу, они не отвлекаются, и это очень быстро и просто. Тебя, смотрю, красиво накрасили наши визажисты. Как тебе твой образ? Ну, я смешно выгляжу, мне вот так кажется, но в то же время мило, и вот эта вот прическа напоминает мне какого-то барашка. Ну ты похожа на принцессы, по-моему. Ну да. А расскажите нам, чтобы было понятно всем, даже непосвященным людям, что делает на показе, на бэкстейже именно режиссер? Именно на бэкстейже? Да. Контролируем весь процесс. А что еще остается делать? Одних нужно отправить на макияж, вторых нужно отправить на волосы, третий должен успеть одеться, четвертый должен успеть поесть. И вот так вот вся вот эта кутерьма. После этого они, когда все успевают везде перетусоваться, мы собираем всех в кучу, 50 человек, и начинаем репетировать до подиума. Что нужно сделать, чтобы стать моделью? Надо сделать притяжку, одеть колготки, макияж. Елена, ваша дочь сегодня участвовала в показе. А как ваши впечатления? Мне очень понравилась. И вообще концепция такой, плавный переход, золото, белый, черный, вот, очень красивые платья, очень красивые короны, правильная музыка. То есть она менялась тоже на черное, она такая становилась более агрессивная. Вот, мне очень понравился показ Ирины Шарлоу. У меня прекрасное впечатление, здесь замечательно все организовано. Просто это как бы шоу-бизнес, но совсем другой и, как мне кажется, более сложный и более изысканный. Я очень впечатлена, очень. Я стояла за кулисами, у меня шли мурашки по телу от этой музыки, от детей, от их собранности, от этого макияжа, причесок. Я довольна на все 100%. Я могу сказать, что показ удался на миллион. Мне казалось, как будто сзади меня выросли большие крылья, и надо идти вверх-вверх, ни в коем случае вниз, только вверх. И тысячи глаз смотрят на тебя. На главном подиуме страны встретились лучшие мастера и наши талантливые студенты. Марина Нежинская и Марина Тараканова. Специально для Высшей школы кино и телевидения Останкино.